Какой спорт выбрать, когда ты старше? Очень важный вопрос. Часто вы его задаете, ребята. Спасибо огромное, как всегда, за ваше доверие в инстаграм-опроснике. И мы говорим о мужчинах, о женщинах. Не имеет никакого значения. Главное здесь задача, которую я хочу, чтобы вы поняли, это то, что спорт или фитнес, или теннис, или румба, или вопрос к нам прилетал, а можно, если мне 48, на тайский бокс, любой абсолютно уровень активности, если он выстроен с точки зрения здравого смысла. То есть, если мы с вами не гонимся за эго, а мы гонимся с вами, в первую очередь, за балансом в нашей жизни. Потому что спорт – это тот стресс, который дает возможность, в первую очередь, гормональный баланс привести в норму. То есть, половые гормоны становятся на место. Атрофия отступает. Любой абсолютно спорт. Понятное дело, если ты не занимался никогда в жизни, и тебе 58, ты не пойдешь приседать со 100 килограммами. Нет, ты пойдешь и будешь делать какие-то изоляционные упражнения. Или ты, может быть, пойдешь и будешь делать облегченную форму настольного тенниса. А что еще лучше и проходит практически всем – это плавание. Самый мягкий, самый инвестиционный тип активности, который можно в любом возрасте даже делать, если вы даже еще не родились, если в животе у мамы, ребята. Поэтому прошу вас. Если совместить любой вид активности и не бояться вместе с правильной едой и едой вовремя, то вы можете остановить процессы старения, обернуть процессы атрофии. Это глобальный процесс. Я вас призываю делать это.